В прошлую субботу в Славотище прошел 30-й юбилейный забег памяти героев Чернобыля. К 10.30 центральная площадь постепенно заполнилась разновозрастными спортсменами, которые, используя каждую минуту, разминались, порой необычными и нестандартными движениями. Это разминка водяного вовка. Есть единственный водяный вовк, который живет на территории страны, раньше поединенных в Союзе РССР. Чтобы стать водяным вовком, нужно тричьи в одиночке для академического выселивания, сдавать дистанции на официальных соревнованиях, 165 км и больше. А вы не накличите нам дождик? Ні. Вы тоже так занимаетесь? Ну, трошки занимался раньше, но я давно занимался, теперь в перерывах, а теперь снова решил выйти великий. Не, не, я только один на территории. Мы здесь первый раз, я рассчитываю превысить результат, а ребята вот они первый раз сбегут. На первый раз, да? То есть они будут бежать за вами, а мы показываем дороги? Не знаю. Я профессиональная группа поддержки. А, понятно. И на кого вы ставите сегодня? Как на кого ставите? Как победиться сильнейший. Ага. Мы за здоровый образ жизни. Понятно. Это самое главное, да. А он установит рекорд, которого? Нет, не нужно нам рекордов. Должны все быть живы и здоровы. Это самое главное. И счастливы. Далее торжественное открытие 30-го забега. Вітаю вас в місті Славутич. Дякую, что нашли возможность приезжать до нас, продовжить ту традицию, яка есть. Ну, сегодня уже сказали, погода у нас сприяє, тому, щоб цей забег відбулся з задоволенням. Гимн Украины и Славутича. Минута молчания. Затем неожиданное и приятное событие. Нагороджується керівник клубу любителей в бігу Славутич Валерий Сулімов. Нагороду вручає заступник місцевого голови Михайло Шинкаренко. Главний организатор и движитель практически всех пробегов Валерий Сулімов рассказал о маршруте и специфике чиповых замеров времени. И радостные, веселые, собравшиеся из различных городов спортсмены, а также иностранные гости и участники из Франции и Канады отправились к месту старта. На старте знакомые лица. Это Вадим Савечин. Любитель бега и любитель танцев. Сегодня любитель бега я. Дает интервью у Славутичской газете. А полумарафона он не считает. Я полумарафон уже не считаю. Только марафоны. Еще один участник забега из Киева дает весьма высокую оценку нашему пробегу. Для сравнения с Киевом. Более спортивный состав. Постепенно стихает предстартовый шум и... 5, 4, 3, 2, 1 Более спортивный состав. Субтитры сделал DimaTorzok Стартовал так быстро, что успеваем догнать спортсменов уже только в лесной чаще. Казалось бы, только что начался забег, а спортсмены, бегущие 5 километров, уже возвращаются к линии финиша. Финиш победитель на 5 километров. Евгений Крейч из Чернигова. Здесь уже бежал второй раз. Бежал в этом году 21 километр, в этом решил пятерку. А почему? Собираюсь в Белой Церкви участвовать в Гуатлоне. Там дистанция 5 километров. Поэтому я как подготовительный этап в Белой Церкви. Как бежалась, как погода? Ну, бежалась как по самочувствию, нормально. В принципе, как рассчитывал, так и пробежал. Можно сказать, даже секунда в секунду. Погода отличная. Все способствовало хорошим результатам. Ветра не было на трассе? Ветер был, но не сильный. Ну, не сильный, да, такой умеренный. То есть вы и планировали победить, да? Я не планировал победить, планировал. Ну, в пятерку хотя бы там. То есть я же не знаю участников. А это финиширует Яна Дворниченко. Также из Чернигова она победила на дистанции 5 километров среди женщин. Победитель забега на 10 километров. Совсем юный Василий Сабуняк. Буквально на днях вернулся с чемпионата мира среди юниоров из Дании. В Славучиче стартует впервые. И сразу победа. А планировал вообще победить? Ну, да. Я готовился к этому. Давно готовился. А как узнал о нашем полумарафоне? У меня тренер выступает здесь каждый из вас. Ага. То есть тебе тренер предложил выступить здесь, да? А как у него успехи? В этом году он победил в своей взрослой категории в забеге на 5 километров. Я тут побил рекорд. В 60 с лишним лет я прожил в час 15 полумарафоне в Божьемберге. Ясно. Так что я тут побеждал. В ожидании победителя юбилейного забега на 21 километр общаемся с Валерием Судимовым. Подводим первые итоги. Самое главное, чтобы повезло с погодой, повезло с участниками. Есть довольно сильные спортсмены. И у нас все получилось с межалями, с красивыми. И электронная фиксация тоже сработала. Электронная фиксация получилась. В общем, все срослось. И я думаю, что праздник удался. Конечно, запомнится юбилейный 30-й забег Валерия. Особенно подготовка. А вот из предыдущих, с его точки зрения, самыми яркими были... Ну, в прошлом году очень был хороший пробег, потому что мы поставили рекорд по количеству участников. И очень, конечно, запомнился наш пробег 97-го года, когда проводился Кубок Украины, Кубок Украины, Словича. И когда был поставлен рекорд нашей трассы 1 час 06 минут 19 секунд. Он до сих пор не побег. Через 45 минут финиширует Ольга Андрушкевич. Победительница в забеге на 10 километров среди женщин. А это финиширует победитель полумарафона Анатолий Бондаренко. Из желтых вод. Показал результат 1 час 08 минут. Все, блин, классно, супер, да. Траса такая, ну, легкая. Я не побачив ничего сложного. Перемогу планировал? Да. А вы ехали? Да. А так легко? А еще никого нет. А мы уже интервью скоро закончим. А никто не догоняет, да? Так, а там никого и немае. Не было с кем смагаться. То есть на полумарафоне соперников попросил, что не было? Ну, не было с кем бігти. Бо я уже там біг и ждал уже. Я быстро, быстро я уже не біг. Я уже там и ждал. Сзади меня там біг один человечек. Он сейчас будет второй. Тоже мой друг сейчас здесь біжит. Кстати, он побеждал Славутичей раньше. Вот таким был его финиш три года назад. В полумарафоне среди женщин победила Юлия Дятлова, выступавшая под номером 522. С результатом 1 час 22 минуты 4 секунды. Вот, пожалуй, все официальные данные 30-го забега. А далее видеонаблюдение за финишировавшими спортсменами. Вот так Славутичане поздравляют, а может быть, здороваются после финиша друг с другом. А это молодежь сразу после финиша обращается к своим гаджетам и делится впечатлениями о пробеге. В прошлом году отец и сын финишировали вместе. А в этом году отец потренировался и сына обогнал. А у этой счастливой семьи две медали. На двоих. Вот такие в Славутище юные фотографы. Объектив в полу роста. И в финале небольшая видеозарисовка о юбилейном пробеге в Славутище. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok